Клины четверти, половинки, пять восьмых, шесть восьмых, Франция, за исключением одной экспортной Германии. И все это нереальное великолепие в ультрабюджете. Придумал на них, на всех фиксированную ультра цену. Просто, мне кажется, вне конкуренции. Осматриваю. Рожок. Это славно известный бросар. Прошу любить и жаловать. Когда-то ему кто-то делал изменения геометрического строя. Ну, незначительно. Общее состояние вполне себе приличное. Клин. Размер. Буду размер сообщать, как, в общем-то, и выборку на глаз. И вмяться за миллиметрами никакого смысла не имеет. Поэтому, просто для определения ориентировочно того, с чем вам придется столкнуться, буду сообщать. Итак, рожок. Бросарик. Клин. Ориентировочно шесть восьмых. Все бритвы заточил я в слой изоленты и слой ленты каптоновой. Все абсолютно. Была у меня шальная мысль точить вообще без изоленты. Однако, от этого я быстро отказался. Очень сильно пострадала бы эстетика. А эстетика должна присутствовать в любом случае, в любом проявлении, в любом деле. Вот такой бросар. Номер один. Сюда его откладываю в сторонку. Следующая. О, это очень интересная рамю. Это рамю. Это четвертная выборка. Размер пять восьмых. Вот смотрите, какая штука. Я впервые с таким сталкиваюсь. Написано здесь не что иное, как Джей Кудер. Пари. Тридцать второй дом по бульвару Сен-Мишель. Ну, одну секундочку. Рожок. Опять же таки, еще раз. Четвертушка. Очень-очень стремится к клину. Все бритвы, все абсолютно, ну, за исключением там, по-моему... А, вот это. За исключением этой все бритвы чистились без разбора. Ну, понятное дело, все везде я поподбирал. Все, что необходимо было вычистить, вычистил. Естественно, следы эти они никуда не денутся. Хотя, с другой стороны, учитывая, какой геометрический строй все клинки, представленные в этой супергруппе, это на каждый день, на, я бы даже сказал, на столетие, если правильно обращаться с инструментом и правильно его хранить. Итак, вот такой комбинированный ромю, а-ля, кто у нас? Кудер, да? Да, Кудер. Под номером 2. Кстати сказать, оправка, она с одной стороны практически черная, рожок имеется в виду, а с другой стороны он такой, какой-то в коньячный отлив отдает. Очень красиво. Далее, снова рог, снова клин, клин компактный, размер 5 восьмых, это у нас мейлер. Ну, вот такой имеет торговый знак. Опять же, такие, прошу обратить внимание, фасочка какая. Так, проверим. Так, тихо. И в обратную сторону с таким же успехом. Никаких звуков не издает от того, как, естественно, клин. Мейлер номер 3. Далее. Вот она, экспортная Германия, это FAMEX. Серебряной стали, затерта здесь бирочка. И вот здесь имеет место надпись на французском языке «Гараньки». Ну, понятное дело, там они еще приписывают, что, скорее всего, отковано и закалено вручную, как они любили это делать. Кстати сказать, ну, размер чуть больше, наверное, чем 5 восьмых, а выборка наполовину. Ну, такой клинок приличных размеров и веса, кстати сказать. Ну, выборка взвякает. Звякает. При всем, при том, что половина, все равно взвякает. Хороший очень показатель. Так, FAMEX номер 4. Это у нас не что иное, как шосанг из Нарси. Все мы прекрасно помним эту дивную историю, когда достопочтенный господин Андре Вази в 1851 году, если я ничего не путаю, сочетался законным браком с сеньоритой Анной Шосанг, и тем самым объединили они два своих дела, любимых. Однако, как они объединили, так и выпускали, продолжали выпускать продукцию под двумя торговыми марками. Вази отдельно выпускались, с вот этим прекрасно нам знакомым силуэтом какой-то башенки или какого-то чертового дома. Ну, непонятно, там история такая, витиеватая. И, естественно, вот бритвы под торговой маркой Шосанг. Вот она эта бритва, ну, здесь размер, наверное, туда в 6,8 просится, и выборка, ну, такая, больше, наверное, все-таки четвертная даже, нежели половинная. Ну, серьезная. И выборки здесь все серьезные, и стали не менее серьезные, потому что производители все либо известные, либо очень известные, проверенные временем. Вот, твердость дает о себе знать. И, кстати сказать, и Вази такие же клинки твердые. Это еще такие, как бы, старорежимные французские изделия. Хотя это, понятное дело, это уже, ну, самое начало века 20-го. Однако по стали вопросов нет никаких. Итак, Шосанг под номером 5. Еще один Рамю. Оправка. Рожок. 5,8. Опять-таки. Ну, язык не поворачивается назвать ее половиной. Выборка четвертная. Очень твердый клинок. Имеется в виду по выборке. Ну, он и структурно твердый. Ну, Рамю они и в Африке Рамю. Так, и в обратную сторону, ровно с таким же успехом. Рамю номер 6. Прекрасный инструмент от Венсана. 5,8 здесь. Выборка четвертная. Очень лютый клинок. Скорее всего, все-таки рожок, нежели синтетика в оправке. Но интересно не это. Вот он имеет травление на полотне. Ну, вернее, как травление. Но будем так его-то обзывать. Имеет надпись на полотне. Луи Малле. Но очень у меня есть такие серьезные сомнения о том, что это надпись фабричная. Конечно, очень аккуратно, вопросов нет. Но мне кажется, все-таки это была гравировка, выполнена уже как бы после выпуска. Еще раз. Опять же таки, пусть размер такой, как бы скромный, в определенной степени не смущает. Выборка здесь четвертная. И следуя традициям торговой марки, стали, конечно, отменные. Очень твердые. Все Венсаны кованые. Поэтому, естественно, и в работе все показывают с лучшей стороны. Кстати сказать, здесь очень-очень классная кривизна области режущей кромки. В работе должна быть очень удобная. Ну, здесь таких, чтобы в этом плане проблемных брит я вообще не углядел. Они, в общем-то, и подбирались таким образом, чтобы максимально были в работе удобные. Нет перегибов ни по размерам, по типу размерам, имеется в виду там ширина полотна. Никаких ни дюймовых решений, ни решений в 3,8. Все очень-очень универсальное. На каждый день в утилитарном плане решения просто идеальные. Итак, Венсан под номером седьмым. Луи Мале. Мале? Да, Луи Мале. Клин. Рог. Это у нас... Тулонский лопак. Наверное, так. Ну, боюсь ошибиться, но, честно сказать, не очень хорошо вижу. Клин. Пять восьмых. Вот такая еще старорежимная форма. Состояние. Все очень-очень приличное. Фасочка. Прошу обождать внимания. Очень безопасный носик. Очень безопасный носик. Очень тихенько, спокойно и в то же время уверенно перебивает волосы. Номер восемь. И в замыкающих под номером четвертым Виктория. Не знаю, что это. Однако, это размер шесть восьмых. Это рожок. И это, опять же таки, выборка на четверть. Здесь такое ощущение, что бритва вообще никогда не точилась. От слова совсем. От того, как обух абсолютно целый. Абсолютно. И рожок, в общем-то, в нормальном состоянии. Пару скольчиков он имеет, конечно. То ли зубы, то ли сколы. Ну, что-то незначительное. Так, и в обратную сторону. Таким же успеем. Очень легко и просто. Номер девять. Отличные классические решения. Еще раз. На каждый день. В любую коллекцию. Для любого уровня. Тут даже такие, как бы, клины не лютые. Поэтому можно даже их рекомендовать начинающему разор-маньяку. Ну и теперь самое приятное. Цена вопроса. Зафиксировал я для каждой единицы цену в одну тысячу гривен. Все. Ночи не спите. Кусайте локти. Вот бритвы. Смотрите. Принимайте решения. У меня же на этом пока все. Спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч в эфире. Банзай!